Ранее на своем канале я множество раз вам рассказывал про различные децентрализованные биржи, пармелки, кредитные протоколы и прочие категории DeFi-проектов. Однако сегодня будет довольно необычный выпуск, который будет посвящен уникальному DeFi-проекту. Называется данный проект Bumper. Название довольно странное, но оно идеально описывает функционал проекта. Дело в том, что основной функцией Bumper является защитой инвестиций пользователей от убытков при падении цен на криптовалюты. На централизованных биржах с этой задачей обычно справляются такой тип ордеров, как стоп-лосс, который продает вашу криптовалюту при ее просадке ниже определенного уровня. И, например, если цена актива упала на 50%, то за счет стоп-лосса вы можете зафиксировать убыток всего в 5-10%. И в DeFi-пространстве вам эту же функцию позволит выполнить протокол Bumper. Только он работает куда лучше обычного стоп-лосса и, по сути, избавляет от главного минуса у данного типа ордеров. Ведь стоп-лосс просто помогает вам зафиксировать более низкий убыток, а Bumper позволяет еще и заработать на обратном росте цены. Звучит немного сложно, но давайте рассмотрим все на простом примере. Сейчас один ATH стоит 4000 долларов. Вам кажется, что скоро должна случиться коррекция, и вы ставите на Bumper защитную цену в 3900 долларов. Через несколько дней действительно случается коррекция, и эфир падает аж до 3500 долларов. Но протокол Bumper успел защитить ваш актив от такого падения, и ваш убыток с одного эфира составил не 500 долларов, а всего 100. Но после этого происходит отскок, и эфир отрастает обратно. Причем еще больше, чем раньше. И теперь его цена составляет 4500 долларов за монету. И что же делает Bumper? А он обратно откупает ваш эфир, когда тот снова преодолел отметку в 3900 долларов. Поэтому теперь у вас на руках есть по-прежнему один эфир, который теперь уже стоит 4500 долларов за монету. Получается, что Bumper – это прям идеальный вариант для защиты ваших активов, который позволяет сгладить убытки от падений рынка, но при этом дает возможность не упустить прибыль от роста. Правда, разумеется, что за такое удовольствие нужно платить. На Bumper после его запуска будут действовать комиссии, размер которых будет зависеть от того, насколько сильно вы хотите сохранить ваши активы. Например, если вам нужно сохранить 100% стоимости актива при падении, то комиссия будет выше, чем если вы согласитесь сохранить только 90% его стоимости. А распределяться данная комиссия будет среди поставщиков ликвидности протокола Bumper. Да, тут можно будет иметь еще и пассивный доход за счет фарминга и предоставления ликвидности в пулы Bumper, за счет которых и происходят сделки по защите активов. А также для использования Bumper всем пользователям обязательно нужно будет иметь токены управления Bumper, которые помимо всего прочего еще и дают вам право голоса в проекте. В данный момент протокол Bumper еще не запущен и его токены пока что нигде не торгуются. Однако для нас, как инвесторов, это даже лучше, ведь мы можем успеть купить Bumper по выгодной цене в ходе предварительной распродажи, которая пройдет 9 декабря на официальном сайте проекта. Проект Bumper будет работать изначально в сети Ethereum, поэтому и токены Bumper будут продаваться в формате ERC-20. Для того, чтобы принять участие, потенциальному инвестору нужно будет обязательно иметь верифицированный аккаунт на сервисе TokenSoft. Это альтернатива Fractal, Blockstream и прочих сервисов для верификации, которые используются на многих лаунчпадах и платформах для распродаж. Сама предпродажа Bumper будет происходить в публичном формате, поэтому тут нет никаких других условий, кроме верификации через TokenSoft. Единственное, что в ходе сейла будет продаваться только 3% от общей эмиссии токенов Bumper, поэтому нужно будет успеть урвать свою аллокацию. Однако даже если вы не сможете попасть на предварительный паблик сейл, то после него команда планирует провести еще и IDO распродажу своего токена, в которой также сможет принять участие любой желающий. Более подробную информацию о проекте Bumper и его токенах Bumper вы сможете узнать по ссылкам в описании. Только, разумеется, помните, что любые инвестиции в криптовалюту сопряжены с большими рисками, поэтому обязательно проводите собственное исследование. На этом у меня все, друзья. Жирных вам миксов. Вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч.